друзья приветствую вас на своем канале ну сегодня хочу вам показать то что я приобрел примерно месяц назад то есть примерно где-то в середине сентября вот это станок заточной пильных цепей razor и g205 35 cn это станок у меня как бы впервые вообще конкретно такой инструмент у меня впервые никогда таким станком не пользовался ну хочу научиться им пользоваться потому что как бы пильные цепи всегда я затащил вручную немножко это все это поднадоело особенно когда это нужно быстро цепь заточить конечно с бензопилой работы то есть кто нет ну просто надоело вручную точить цепь иногда угол не соблюдается и поэтому захотелось приобрести данный станок для заточки пильных цепей ну как бы я его приобрел у этого станка мощность двигателя 200 ватт а точнее если по инструкции 235 ватт он может затачивать цепи уточню сейчас точно скажу вам шагом цепи от 0,404 дюйма до 1 1,4 дюйма ну давайте посмотрим какова комплектация данного станка и попробуем его собрать и попробуем на нем поработать и повторяюсь конечно ни разу на таком станке таким инструментом я не пользовался да хочу уточнить приобретал я его по очень большой скидке если сейчас посмотреть какая цена на данный момент этого станка а сегодня у нас 10 октября 2023 года то приобрел я его по цене почти в два раза меньше чем цена на данный момент магазин интернет все инструменты я думаю тогда данный магазин многим знаком ну что давайте распаковать посмотрим что входит в комплектацию и будем его собирать приходит он в таком картонной коробке что в комплектации соответственно конечно же инструкция гарантийный тонун инструкция полностью на русском языке крупный крупный шрифт с фотографиями где что расположено поэтому как бы я обсчитал уже немножко ознакомился с этой инструкцией для меня она как бы в принципе понятно но еще есть таблица углов заточки пильных цепей зависимости от шага цепи и толщины звеньев ручка которая крепится естественно к самому станку с помощью которой мы будем давить в комплекте идет диск я так понимаю запасной диск размеры 145 4 45 десятых на 22 и 2 десятых миллиметра вот такой диск так он выглядит далее здесь вложен комплект всяких болтов ключи для сборки ну конечно же ручка регулировочная определенная шкала или калибр можно так сказать вот так он выглядит пока я точно не знаю как им пользоваться буду уточнять узнавать вот я думаю что заточки цепей он мне поможет все это в этом пакете это для сборки самого станка ну собственно сам станок станина вот так она выглядит станина станка так угол поворота стола для заточки цепи от 40 то есть до 40 градусов влево и вправо то есть стол может вращаться или туда или обратно 40 градусов ну а здесь я думаю что другая шкала для определенных тоже работ пока не знаю как точно но буду уточнять станина станка собственно сам станок двигатель и уже на нем установлен диск заточной который конкретно подходит для моей пильной цепи размер диска 145 на 32 на 22 и 2 миллиметра 32 это толщина диска ну что друзья приступим к сборке если обратить внимание на станину кстати станина полностью металлическая то она может крепиться как горизонтальная поверхность то есть к простаков стола так и к вертикальной поверхности то есть к любой принципе стене для этого здесь есть отверстие для крепления вот это отверстие это для крепления к простаку и вот эти отверстия вот отверстие и вот отверстие это для крепления к вертикальной стене к вертикальной поверхности но приступим к сборке конечно же я повторяюсь инструкцию я немного изучил как его собирать то что я дилетант в этом деле здесь есть направляющая на этой части станка где установлен двигатель в этот направляющий надо установить вот в это центральное отверстие вот таким способом дальше берем ручку здесь имеется болт и вставляем этот болт вот здесь вот есть специальное отверстие шестью гранями на часть станка где установлен двигатель чтобы головка зашла в эти грани так и все это затягиваем подтягиваем станине потом угол и заточки цепи мы все это выставим когда будем точить цепь затачивать дальше дальше нам нужно прикрутить ручку с помощью которую мы будем работать на данном станке на данном этапе станок к работе готов только осталось отрегулировать его работу на на саму цепь которую мы будем затачивать ну попробуем мы сейчас это двигатель запустить песок в сети его присоединил давайте попробуем запустить посмотрим как работает двигатель принципе двигатель работать не громко тихо даже находясь рядом я свой голос по крайней мере слышу и удобно что имеется подсветка это освещение подсветка мне это нравится но сейчас я найду какую-нибудь старенькую цепь и попробую ее заточить попробую с ней поработать и как бы говорится это приобрести первый опыт при работе на данном станке и так друзья временно я данный станок закрепил на верстаке но это временно потом определю определю со временем куда мне его крепить вот немного потренировался но потому что я дилетант в этом деле повторяюсь вот но немного я потренировался затачивание вот а вот это вот старенькой можно сказать что убитой цепи она вытянутая возможно я ее буду ремонтировать возможно вот ну дело не в этом конечно вопрос не в этом вопрос в станке вот рассмотрим и станок вот во первых выставил я по градусной шкале 30 градусов как написано в инструкции к станку вот 30 градусов дальше дальше идет градусная шкала наклон самого диска к цепи там в инструкции написано что цепь то это универсальная но если смотреть по параметрам и у нее должен угол быть 80 градусов ну я смотрю по заводским по заводской заточки цепи вот этот угол видите вот туда не вниз уходит угол я нашел этот угол практическим путем практическим поставить это 60 градусов потому что проволоку затачивать и 80 градусов угол получается как бы почти прямой и и зуб почти прямой этот угол выставляется с помощью вот этого винта сзади который находится вот то есть ослабляется и и саму голову можем наклонять или влево или вправо выставлять этот угол дальше нашел глубину заточки зуба а с минуточку вот этот глубина заточки зуба примерно регулируется на вот эти вот винтом вот этим сейчас попробуем показать если крутить этот винт то глубина заточки изменится будет меняться вот вращая винт витет сам диск поднимается то есть я сделал так чтобы диск слегка соприкасался с дном если можно так сказать дном зуба слегка вот и контрагайка затягиваем еще раз проверяем диск слегка касается дна самого зуба но основание можно сказать зуба так и еще вот этот упор выставлять надо верно то есть вот он вот эту сама часть полностью двигается или вправо или влево вот здесь зубе можно сказать что убитые надо стоит настроить так чтобы диск слегка прикасался тоже кромки зуба потому что зубы надо восстановить заточка производилась вручную вот поэтому некоторые углы некоторые зубы надо восстанавливать вот можно сказать что вот если обратить внимание на этот зуб то он поврежденный ведь одна грань так идет другая так то есть двугранная получается выставляется это вот этим винтом можно немножко вот вперед покрутить и цепь маленьких двинца на праве направлении самого диска регулируется это без зажима поэтому просто мы зажимаем цепь цепь зажата чтобы она не прыгала при заточке ну и запускаем станок и пробуем как он затачивать цепь при этом надо руководствовать тем чтобы зуб не перегреть и работать с проливистыми такими движениями видите тихонечко зуб надо восстановить и все диск уперся основание конечно возможно я здесь немножко переусердствовал слишком глубоко цепь направила к диску ну просто одной рукой конечно неудобно это же практическим путем добиться можно нормально вот просто видите уже теперь угол зуба восстановлены втораясь я просто сделал все одной рукой неудобно немножко давайте посмотрим как с этим зубом отработать все как бы зуб заточенный так немного исправлю глубину реза освобождаем цепь переводим на другой зуб сжимаем и еще раз пробуем сейчас диск до основания зуба не достает буквально чуть-чуть все как бы полностью настроенный зуб заточенный освобождаем переводим на другой зуб сжимаем и пробуем еще раз зуб со стороны заточенный ну а теперь все другие двумя руками пробуем и и и и и и и Так, это зубья заточены под одним углом, которые идут в одном направлении. Ну, все зубины в направлении, я имею в виду угол атаки. Здесь вот внизу есть под столом, под столешницей зажимной винт, переводим его опять на 30 градусов и затачиваем уже зубья, которые идут в другом направлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, в общем, что я вам скажу. Все достигается практическим путем. Я в этом деле дилетант. Как вы видели, у меня пока руки под это дело не заточены. Буду, конечно, практическим путем все это руки свои под это дело затачивать. Я думаю, что чем больше работать на этом станке, тем уже больше будет уже привычный. И уже как бы сами нюансы, самые эти мелочи буду не замечать и как бы уже все это делать на автомате. Вот. Ну, цепь я, эту убитую цепь, которая подлежит восстановлению, она у меня растянутая. Я попытался на ней подточить зубья. Получается, конечно же, намного лучше. Можно сказать, что их красивее, качественнее, чем напильником вручную. Вот. И зуб такой, получается, ровный стал. Ну, в любом случае, некоторые зубья надо еще восстанавливать. Потому что вот эта здесь верхняя кромка, она бывает с гранями. Конечно, по металлу подальше, естественно, цепь садится. Но немножко портитировался на этой цепи. Вот. Все дело в практике. Практика будет чаще, естественно. И получаться будет намного лучше. Что я вам скажу по этому станку? Очень мне понравился. Вот он у меня поработал где-то минут 15-20. Двигатель не горячий, так слегка-слегка такой тепленький. То есть, можно сказать, что двигатель не перегревается. Мощности его хватает. Работал я такими слегка поступательными движениями, чтобы зуб не перегрелся. Вот. Чтобы его, как бы говорится, не закалить. Ну, к каждой цепи, естественно, свой подход на моей пиле. Именно такие цепи. Возможно, какие-то другие цепи будут уже другие настройки. Другая настройка глубин нареза. Поэтому, если что, извиняйте. Если что-то не так, пишите комментарии, подскажите, чтобы сделать правильно. Видео сначала я загружаю на Дзен. То есть, примерно потом, после загрузки видео на Дзен, на YouTube загружается видео. Может, через неделю, через 10 дней. Примерно так вот. Поэтому, если вы хотите пораньше увидеть видео, поэтому прошу вас подписаться на Дзен. Ссылка на канал Дзен в описании под видео. На этом, друзья, все. Спасибо вам за внимание. Желаю вам успеха в вашей работе. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok